Утро начинаю с лимонной водички, честно говоря, мне кажется, как будто мне правда от неё легче становится, я уже её два дня пью. У Миронечка на завтрак сегодня голубика, огурчик, помидорки черри, клубника, яблоко, морковка, наггетсы и хлебушек. Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео! У нас понедельник, новая неделя, мы с Миронечком собрались и сейчас поедем в садик на велике. Мирон, ты хочешь в садик? Да! Соскучился, да, за выходные? Я боялась, что у меня голова замёрзнет, потому что у нас 8 градусов только сейчас, но тепло, хорошо, приятно, ощущается тепло. Сегодня будет 14, и после обеда даже солнышко выглянет, так что в предвкушении весны тепла. Мы сегодня вообще едем, мне кажется, самые первые, даже на парковке ещё никого нет, все магазины только-только открываются. Садик 8 открывается, вот сейчас 8, мы, наверное, минуты через 3 будем в садике. Мирон уже в полвосьмого говорил, мама, я хочу в садик, поехали прямо сейчас в садик. Так что мы, похоже, самые первые едем. Всё, мы приехали 10 минут 9. Мирончик в садике, я поехала домой. Здесь возле садика распустилась магнолия, я остановилась полюбоваться. Какое же красивое дерево, забирает на себя сразу всё внимание. Ещё пару дней, и цветы полностью распустятся. Как же красиво. Сейчас, когда пасмурно ещё не так, это всё смотрится шикарно, а когда солнечно, это такая красота. Утром проехаться на велике, это прям кайф. Птички поют, тихо, спокойно, природа ещё не проснулась. Хорошо, что я на этой неделе Мирона отвожу с утра, потому что с утра ещё силы есть, а ближе к обеду уже ресурс заканчивается, и хочется отдыхать. Так что прям вот всё так, как надо. Кашель ещё у меня не прошёл, так что на фитнес пока мне рановато. Я даже на велике еду кашляю. Не представляю, как тренироваться и кашлять одновременно. Но это, наверное, несовместимые вещи, поэтому дождусь, пока всё пройдёт. Выздоровлю полностью и буду заниматься. Вот и солнышко не заставило себя долго ждать за тучами, но всё равно. Вот эти деревья вообще зачаровывают взгляд. Наверное, какая-то вишня. Быстрый завтрак. Отправляю лук на сковородку. Сюда же помидорки. Теперь оставлю немножко потушить. Теперь отдельно я добавила нутовую муку 50 грамм и 130 миллилитров воды. Всё перемешиваю. Солю. Можно добавить сюда зелень у меня, укроп. Немножко орегано. И кусочек натурального тофу я натру на тёрке. И теперь вот эту супер белковую растительную смесь отправляю к помидорам и луку. Немножко можно перемешать. И оставлю готовить под крышкой на медленном огне. 10 минут на самом минимальном огне. Вот такой у меня получился завтрак красивый и вкусный. Нутовый омлет и свежие овощи. Дедушка-сосед пришёл и принёс Мирону книжечку. Где-то он её раздобыл в библиотеке, наверное. Начну уже готовить обед. Приготовлю стейки из цветной капусты. Мирон их очень любит. Обмакиваю сначала в растительном молоке. И теперь отправляю в специи. Здесь у меня любимые специи мука и соль. И теперь отправляю на сковородку обжаривать с двух сторон. Теперь обжаренную капусту я отправляю на полчаса в духовку. Поставила варить рис и приготовлю соус. Здесь у меня морковка с луком. Добавляю сюда белую фасоль из банки. Томатную пасту. Столовую ложку муки. Я взяла, что от капусты осталось. И заливаю соус водичкой. Добавляю лавровый листик. Солю. И оставляю тушить под крышкой на 15-20 минут. Как раз к обеду я хлебушек испекла, достала из духовки. Я еще приготовила капустный салатик. У меня все готово. Жду Витя с Мирончиком. Тут никто не открывает. Сынок, привет, ты пришел. Это ты на матке? Да, я. А вторую, знаешь, забыла открыть. Сыночек, как ты, моя солнышко? Хорошо. Все отлично? Да. Ну, греб, знаешь, какой-то непонятной игрушки. И ударяй по носу этому. Тебе? Да. И после крови. Ты плакал? Да. Испугался? Нет, но я сдерживался. Сдерживался? Не надо сдерживаться, сынок. Если хочется плакать, плачь. Ладно? Ну, я не хочу. Ну, ладно. Хорошо. Ты не хочешь показывать свою слабость, да? Ты хочешь только силу показывать? Да, дедушка и сосед тебе книжку принят, представляешь? Да. Подарок. У нас вот такой обед, капустный салат, рис, фасоль и цветная капуста. Сегодня у нас понедельник, мы пойдем с Мирончиком сходим в библиотеку. Там они читают книжку обычно и что-то делают своими руками, какие-то подделки. Уже давно не были. Сначала был карнавал, потом мой день рождения, потом Мирон день рождения, потом мы заболели. Месяц мы точно не ходили. Вот сейчас идем после долгого перерыва. Что-то я оделась не по погоде. Видите, когда с Мироном пришли, солнце светило. И они говорят, да там тепло на улице, одевайся легко. Ага, я вышла, все затянуло, холодный ветер. И, короче, иду и мерзну. Тебе яблочко дали? Да. А что у тебя здесь как будто чуть-чуть ротик грязный? Да, смотри. И следующую петельку. Так поцелуешь и вот так вот и раз, и вытягиваешь. Видишь, да, что я делаю, да? Вот так раз. Да, 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 да. У нас закончились занятия в библиотеке. Мы сейчас пойдем зайдем за Мишей, Мирона, друг, возьмем его с собой и пойдем к нам домой. Все, побежали. Что-то связали с Мироном вместе. Они сегодня там вязать учились. Какое-то красивое белое дерево. Кустарник попался по пути. Прям не смогла пройти мимо. Смотрите, белое облако. Ну все, погнали в горочку. Устал один. Мирон решил поотжиматься. Нагрузки недостаточно, что мы в горку идем. Пап, привет! Мы с Мишей! Ну, привет, Миша! Мы с друзьями пришли, да, Мирон? Мирону с Мишей сразу перекус. Смотри. Вау! Она, она... Вот так должна. Да, она вот так. Делаешь себе бутерброд? Миша, тебе вот такие принести еще, а то Мирон забрал. Мирон с Мишей играют, а мы с Витей отдыхаем. Витя в детской кроватке лежит, и я большой. Миша спонсор нашего отдыха. Они так хорошо играют. Я уже почувствовала, что хочу кушать. У меня капустный салат, рис, фасоль и свежие овощи. У вас все классно? Да. Пока не хотите расходиться? Нет. Еще поиграете, да? Да. Ладно. Миша с Мирончиком даже игрушки все убрали. Потому что я в какой-то момент зашла, здесь было все завалено. А сейчас все убрано. Ну как? Как смогли, убрали. Молодцы. Наши мальчишки собрались еще немножко погулять, пойти возле дома. Покататься на Миронном машине. Там самокаты. Ладно, все, удачи. Удачи. Классно с Мишей поиграли? Да. Понравилось? Да. Мирончика завтрак в садик. Наггетсы, голубика, виноград, помидорки черри, бутерброды, груша и морковка. Доброе утро, друзья. У нас сегодня прекрасная погодка, тепло, хорошее настроение. Мы с Мироном уже вышли в садик. Сейчас еще даже восьми нет. Мирон просыпается и сразу готов уже выезжать. Рискует калия. Ага. Кто-то ее съел, что ли, или сломался ее домик. Да. Мироном по дороге в садик кушает банан. Уже второй день у него аппетит на него. Сегодня впервые почувствовала себя, как будто бы я полностью выздоровела. У меня столько сил, столько энергии. Такое прекрасное самочувствие. Но кашель все-таки еще не прошел, поэтому не буду раньше времени бежать на спорт, быть активной. Ты что, готов? Хочешь садик? Мирон говорит, мама, мы с тобой сели на велик, поехали. Я сразу такой счастливый. И вот он в точности передал то, что я каждый раз испытываю, когда я сажусь на велосипед утром. Мы остановились возле вот этой красоты, которая приковала просто свой взгляд. живу это еще красивее розовое облако и наша магнолия красивая возле садика мирончик в садике я поехала домой полюбуюсь на магнолию поближе еще раз и поеду дальше я сейчас пока ехала назад осознала что я уже 7 месяцев кручу педали на велосипеде ну буквально вот в январе я на две три недели слазила с велика то что у нас выпал снег или гололед был в общем не очень было комфортно кататься а так у меня уже ощущение что велосипед это продолжение меня и здорово что это хоть какая-то физическая нагрузка потому что вот в наше время физическую нагрузку надо поискать не надо нам куда-то ходить километры что-то там делать поднимать своими руками выращивать ну в общем физической нагрузки не так много в обычной жизни поэтому велосипед это прям и радость и удовольствие и еще и здоровье я решила позавтракать уже проголодалась свежие овощи цветная капуста тост с авокадо рис с белой фасолью и капустный салат заварила себе кучу всяких трав здесь мята тимьян вот пью горячее питье все еще от своего кашля принесла гладильную доску и решила погладить утюг и вот у меня накопились вещи я немножко погладила пока гладила стояла смотрела в окошко и поняла что гулять я хочу больше чем гладить у нас солнышко светит весна тепло в общем я решила что я очень хочу к этому прикоснуться выйти почувствовать этот теплый весенний воздух у нас 15 градусов и пойти немножко погулять как раз еще время пока позволяет витя с мироном только часа через два домой вернуться я часик погуляю и у меня останется еще время приготовить обед я остановилась и стою разглядываю листочки вот эти вот представляете они молодые зеленые зеленые просто вообще нежнейшего цвета красота какая погодка просто чудо я иду и наслаждаюсь каждой клеточкой своего тела как все-таки важно жить на природе с природой завидую белой зависти тем у кого есть возможность возле своего дома там или вообще какой-то участок есть до где можно как-то хоть повзаимодействовать с природой то что это столько энергии да и столько сил вот просто даже на свежем воздухе побыть это такой кайф у нас и одуванчики зацвели можно уже начинать венки плести мне кажется зря я куртку одела на что можно было вполне и футболки прогуляться на улице очень тепло совсем немножко вещей успела погладить пойду их разложу и буду готовить обед блин да гладить хотел там еще много сынок вещей на балконе целая сушилка погладим сегодня все хорошо я даже успела еще погладить вещи которые у меня были так что хорошо что сходила погуляла наш обед состоит из жареного тофу свежие овощи брокколи и гречка с луком сегодня у мирончика еще занятие у марины мы поехали и заедем его еще сфотографируем у него паспорт заканчивается срок действия или менять надо не знаю видите этим занимается короче надо мирона сфоткать мирон выбрал награду за фотки дашь ты хорошо споткался ты уже почти все написал молодец 1 2 гости к нам пришла весна молодцы а мы не я не я не я покажем рукой ты здесь хлопал ты здесь толпал так они сейчас вас я бегайте как это так как это так яички несет разноцветные да и у нас есть обычай на пасху украшаем белье да а когда пасха ребятки ищет яички где-то зайка спрятал мы сейчас потренируемся с вами и тоже поищи да нет нет не там молодец сходи сюда еще наверно там еще одно чем ой ты прямо сидишь посмотри ой пей быстрее ой нашла я смотрю и я смотрю и яичко так давай вытягивай когда я скажу 3 тогда я закрываю дуршлагом яички кто не успеет то значит там остался надо сразу же так вытянуть веревочку да на счет 3 1 2 3 1 2 3 какого яичка нет какого яичка нет другого вот голубое синего синего молодец а туин кто дальше туин туин молодец сюда в корзинку в кисточку мыть ее не надо там хватит Мирончик тоже розовый ну вот здесь в конце ему еще надо один цвет кейки надо, они высохли разглядевай сама пальчиком так, тепло горячо, ищем тут, где-то вот здесь там холодно, здесь горячо нашел, свое он нашел неси, неси, пойдем синие, какое, зеленое, синие ой, молодцы красивое яичко Мирон такое сделал по цветам все разложил папа нас забрал, мы поехали домой Мирону достался подарок с дня рождения всем детям раздали, один остался лишний все, мы дома, включили новая серия гость на пороге, четыре гостя приглашают друг друга в гости и готовят очень интересные блюда в три подачи, вот мы любим это смотреть я, правда, чуть-чуть голодная пойду, наверное, гречку разогрею Мирон меня жалеет из-за того, что я кашляю я разогрела гречку нам, чтобы слюной не подавиться покушаем сначала, потом будем дальше смотреть и тофу обжарила ну что, друзья, у нас уже время полвосьмого и я вышла с вами попрощаться под вечер у меня опять этот кашель начался я сейчас выпью горячий чай и уже лягу отдыхать надеюсь, что завтра наступит мое уже долгожданное облегчение желаю вам тоже здоровья кто болеет, обязательно поправляйтесь поскорей скоро весна, скоро тепло спасибо вам большое за то, что вы досмотрели мое видео до конца спасибо большое за вашу поддержку, за просмотры за то, что вы действительно меня очень сильно поддерживаете своими просмотрами, своими комментариями я очень сильно это ценю и благодарю вас как обычно, я желаю вам всего самого хорошего и доброго и мы обязательно увидимся с вами в новом видео пока-пока